Субтитры создавал DimaTorzok Они обязаны популяризировать вообще построение систем защиты в тех или иных системах. Уже каждый специалист не только в сфере информационной безопасности, а итишник должен отдавать себе отчет, что системы защиты не будет, грош цена его системы, грош цена тем деньгам вложенным, человека часам условно, тем затратам на построение этой системы и как результат, результата не будет в конечном итоге. Поэтому построение системы защиты как таковой, оно должно быть в любом случае. Тем более законодавство четко определяет требования по построению, требования по экспертизе, по оценке и прочее, прочее, прочее. Все эти вещи достаточно, скажем так, зарегулированы, что не оставляет многим, скажем, неответственным хозяинам систем, неответственным экспертам вот этих лазеек по рынку для обхода законодавчих новых. Что могу сказать в продолжение? Прозоро достаточно серьезная система, на которую все государство смотрит через призму правильности проведения закупок и через призму экономии государственных денег, ну просто в сумасшедшем масштабе. Поэтому система не имеет права на малейшую ошибку с целью поддать сомнению принятые решения при проведении всех закупок. Поэтому построение системы защиты должно быть. Что говорит закон про публичное закупивание? Строите их системы информационной безопасности по ИСО и ЕК. Хоть одна площадка построила систему по ИСО. Я знаю, что не одна. А почему? Вот можно задать субъектам хозяйства не оборудоваться. Почему не построила по системе ИСО защиту? Потому что все площадки для стартапов. Которые что, только пытаются выйти? Правильно. И условно, если правительство на тот момент разрешило, открыло маленькую такую створочку, ну ребята, раз ИСО пока сложности небольшие, идите по линии КСЗ. Ну вот основная масса пошла по линии КСЗ. Никто не запрещает вам ИСО построить. Вперед! Нет проблем никаких. Не вижу в этом никаких проблем. Но система безопасности должна быть не только построена. Весь европейский подход говорит о том, что построить мало. Надо оценить. Причем оценить независимые эксперты. Весь мир так живет. Варианта другого нет. Да, такой механизм. Есть лицензия, у которого есть люди, есть опыт, есть соответствующая лицензия, полученная на основании определенных моментов. Естественно, он может иметь возможность эти работы сделать. Он оценивает и говорит, да, система хорошая, да, система плохая. Необходимо ее где-то проточить. Вспомним, сколько мы обсуждали перенос самозона в центральной части. Я думаю, все прекрасно понимают, для чего это было сделано. Сделали. Система работает, работает. Вот да, есть определенные моменты, которые мне, как гражданину, не нравятся. Допустим, тогда, где публикуются персональные данные. Мы же в Европу идем. GDPR должен работать и у нас. Иначе на нас будут смотреть как-то странно. Здесь вроде декларируют, что идем, а на самом деле не идут. И так у нас много таких государственных моментов. Мы же граждане нашей страны. Давайте так относиться к законодательству, в конце концов. Что касается модернизации КСЗ, в дальнейшем. В Державной службе проведено очень большое количество заходов. В принципе, концепция модернизации всего КСЗизма, она в принципе принята. Я думаю, в ближайшее время, они готовы сказать, что в течение недели, она будет опубликована на сайте Державной Государственной в том числе. Ну, если коротко, наверное, мы пойдем по американскому пути, где вот эти стандарты низа большого количества, где рискориентированный подход. Вот и вот тот проект закона, что сейчас у нас на сайте висит, он как раз каким-то определенным образом коррелируется с той концепцией, что Державная служба выстраивает по отношению построения и оценки виртуальности систем защиты. Ну, вот как-то так. Отвечу очень просто. Державная служба специально искусств о захисту информации действует только в межах полноважения. И только так. И все посадовые особы действуют только так. Другого нет. И право на другого. Поэтому Державная служба, как регулятор, устанавливает правила игры в этом процессе. Да. Поэтому мы всего лишь в четырех точках взаимодействуем с субъектами и виртуальствами при построении системы защиты и оценке виртуальности. Первое. Это мы рассматриваем технические задания. Только на то, чтобы там были соответствующие профили, которые гарантируют целенаправленность этой системы и соответствующий уровень. Рассматриваем заявку заказчика для вызначения эксперта с четким пониманием, может эксперт эти работы сделать или нет. Третья точка. Это программы и методики экспертизы, протокол экспертной выставки, вынесение на комиссию для регистрации, подчеркну, экспертного выставка и ее аттестатору по информации. Если взять все те 14 площадок, которые прошли экспертизу, во всех средствах, которые несут на себе смысловую нагрузку по защите информации, проходили соответствующие оценки, экспертные выставки имеют. Начиная от засобов КСЗИ, заканчивая библиотеками, которые в той или иной степени используются в этой системе. Поэтому, Дмитрий, не прав. Абсолютно говоря, первые вот те два правила. Что систему надо модернизировать КСЗИ? Да, конечно. Никто не говорит, что ее модернизировать нельзя. Я в начале своего спитча как бы озвучил о том, куда служба движется в направлении риск-ориентированного подхода. Я думаю, все здесь понимают, что для того, чтобы мы перешли на новые рельсы, я имею в виду всю страну, каждая компания-эксперт должна готовить экспертов по низу. Многие готовы сейчас это делать прямо на скидку завтра. Наврядно. Эксперты, которые будут работать в компаниях, должны очень хорошо владеть английским языком, потому что технического текста там ой-ой-ой-ой-ой, сколько. Дальше. Механизмы, которые там запроваджуются, они отличаются от КСЗИ. Да, КСЗИ немножко статичная система. Но она на сегодняшний день есть. И результаты ее, скажем так, движения, они тоже на виду. Да, их можно оспаривать и так далее, и тому подобное. Но со 100 систем, где была КСЗИ построена, 99,9% выдержали именно те атаки, про которые Дмитрий говорил. Поэтому вариантов развития много. Что касается дальнейшего развития событий, да, 14 площадок получили аттестаты. Почему не получали остальные, почему они не двигались в этом направлении? Ну вот, как представлена площадка, вот яркий пример. Это их личное мнение. Но если в государстве, законодательном, определены правила игры, пожалуйста, все должны играть по этим правилам. И никак по-другому. Если хочешь их обойти, ну это аватюризм начинает попахивать. Поэтому все в рамках законодательства. Хочешь работать в составе действующей системы, строи свою систему защиты, проходи ее аккредитацию, аттестацию. Все вперед. Тебя возьмут работать дальше в этой команде. Ну вот, как-то так. Хочешь ответить на то, что не будет с 15 травня, червня, буквально перехать на другие стандарты информационной безопасности. Державная служба на данный час разработает дорожную карту, что позволит поступово перейти на другие стандарты. И этот переход сделать на него как мягче. Для того, чтобы субъекти господарювания и государство не смогли пристосоваться, передбачить, закласти соответствующие финансирование на выполнение за значение процесса. Что касается облачных технологий, марных обчислений, четыре дата-центра имеют соответствующие аттестаты. Нема проблеми обратиться к другому в рамках государства. Что касается использования закордонных, так, у них значительно ширше сервисы, так, звичайно. И если мы не будем вкладывать гроши в нашу державу, в наши центры, то не будут они никакие послуги надаваться. Поэтому, буквально украинские... Могу, если ничего не надо? Конечно, вы несколько вопросов перепутали в одном партии. Начнем с лицензирования и лицензионных областей. Конечно, я был бы очень рад вас запросить в наше отделение и поручить вам лично согласовать лицензионные условия с Державной регуляторной службой КДУ. Любое увеличение количества документов, любое увеличение требований к субъекту хозяйствования воспринималось как давление на бизнес. И вот тот минимальный перечень, который приведен в лицензионных условиях, он позволяет с минимальным уровнем, подчеркиваю это слово, определять, что может компания проводить соответствующие работы или нет. Конечно, можно выдвинуть требования к эксперту, потребовать от него сертификаты, начиная от ЦИСКа, заканчивая АССА, АССА, это непонятно чем. Но результата от этого тоже никакого не будет. Потому что количество этих экспертов будет один или два, кто согласится потратить очень большие деньги для получения этих сертификатов. Поэтому вот на тот момент решения по лицензионным условиям были именно такие. И аргумент о том, что эксперт может сделать работу свою плохо, заканчивается примерно следующим. Если он плохо сделает свою работу, там где он ее плохо сделал, через суд с него взыщут все риски, все растраты и весь ущерб. И все очень просто. Поэтому, если вы хотите двигаться и развиваться профессионально, никто вам лично не запрещает проходить соответствующие курсы, проходить соответствующие обучения, получать сертификаты и быть первым в этом процессе. Если первым, естественно, все потянутся к вам для проведения соответствующих работ. Это что касается ответа на лицензионные условия. Что касается использования различных программ и что вы не доверяете фахивцам Дэш-Призиску, меня это немножко расстраивает по одной простой причине. Что специалисты именно Дэш-Призиску, не коммерческих компаний, проводили экспертизу Microsoft Windows. Да, они ездили в штаты. Да, их допускали до исходного кода Винды. Да, они провели там достаточно много времени. Да, определенную версию Винды они зафиксировали. И это есть тоже на сайте Дэш-Призиску. И если вы доверяете Microsoft и не доверяете фахивцам Дэш-Призиску, которые эту экспертизу проводили, ну, это вызывает у меня лично удивление на самом деле. Я надеюсь на ваш вопрос. Значит, как появилось подразделение техничного захвата информации в Дэш-Призиску? Это был департамент тогда еще ДСК ЗИСБ Украины. А до этого он был комиссией технической. Затем жила служба развивалась-развивалась. И в 2016 году приняли решение объединить два департамента, который занимался чисто криптоэропичными испытаниями, с департаментом, который занимался выключено техническим регулированием. Значит, в одном нашем департаменте получилось два вот этих больших направления. И в момент объединения, понимая, что система ТЗИ вот в том ракурсе существовать дальше не может, была заложена науково-доследная работа, потому что государство не может кавалерийским наскоком принимать решение, бежать нам туда или сюда. Эта политика должна быть выстроена четко, она должна быть выстроена, продумана и с оглядкой, с достаточно большим периодом развития, а не только сегодняшний день. Поэтому в этой работе одним из аспектов и было один из вопросов. Дальнейшее развитие системы защиты информации. Как я уже сказал, фактически науково-технический адрес подвеску сквалило напрямую к разведку за американскими стандартами за информативной безопасностью по линии низка. Каким образом это будет происходить? Это вопрос отдельный, но я не зря озвучил о том, что дорожная карта, в соответствии с переходом, будет разработана. Она сейчас в стадии согласования идет. Поэтому, когда внутри державной службы мы достигнем сгоды по этому вопросу, естественно, громадская рада про держспезы будет проинформована по этому процессу, и мы ее вынесем на громадские обговоры. Тогда прошу руку к этому делу всех присутствующих предложений. Можно еще раз? Да. Начнем как бы сначала. Значит, вопрос связан с нормативным регулированием, конечно, по линии техничного захиста информации, относится к епархии дельспозвеску. Конечно, вот эти вопросы мы предусматриваем и в проектах законов, и в проектах постановок. Проект постановок, который регламентирует деятельность системы Прозора к этому закону, мы согласовываем, державная служба согласовывает исключительно с точки зрения необходимости построения защиты. Если регулятор захочет эти правила поменять, нет вопросов, все в рамках закона. Примерно вот так вот и говорил наш глава Стой. Это ответ на первый вопрос. Что касается построения систем защиты... Ответственности. Ответственности. Ну, ярким примером является, наверное, я приведу все-таки этот пример, вам будет очень полезно, когда в рамках одной проверки выяснилось, что одна коммерческая компания строила в другой коммерческой компании систему, потом эта же коммерческая компания взялась проводить экспертизу, нарушив тем самым закон про науково-техничную деятельность и науково-техничную экспертизу, где должно быть разнесено, разнесен процесс построения экспертизы, ну, системы защиты ее проведения. Механизма реально, допустим, лишить лицензии на сегодняшний день нет. Я подчеркиваю, на сегодняшний день. Но компании, которые вот так вот спустя рукава относятся к построению систем защиты, таких экспертиз, как говорили сегодня, ради получения красивого партия, они все мне известны, они все службе известны, они известны на рынке. И все этих авантюристов знают прекрасно и знают в лицо очень хорошо. Поэтому государственные органы, которые хотят строить систему защиты, нормальные, полноценные, не ради бумажки, а именно полноценные, естественно, их не привлекаются. Привлекают компании, которые зарекомендовали себя на рынке достаточно хорошо. Ответственность. Державная служба не регулирует уголовную ответственность. Хотя, то, что мы видим, уже, наверное, пора было уже и вводить ее за это дело. Но есть другой механизм, к которому мы тоже после долгих, скажем так, и за сканик пришли. Державная служба скосует в ближайшее время вопросы, связанные с лицензированием. Будет введен понятийный, скажем, аппарат экспертов, где ответственность за проведение экспертизы будет не нести компания ТОВ, рога и копыта, а будет нести конкретно взятый эксперт. И он по рейтингу будет выстраиваться в общественном доступе. Если он плохо сделал свою работу, он спустился вниз, к нему никто обращаться не будет, и потеряет он работу в конце концов. Другого механизма вот мы сейчас не видим. Потому что общий уровень специалистов, которые могут оценить систему безопасности, все падает, все сильнее и сильнее. Да, они есть, но их не так и много на всю страну, даже если так говорить. Поэтому вот как-то так. Поэтому, скажем так, неответственные люди рано или поздно из этого бизнеса выходят. Примеры можно приводить бесконечно. Все они у меня перед глазами, и все они через мои руки проходили. Конечно, мы полностью поддерживаем. Значит, этот вопрос много раз на разных площадках обсуждали. Процентов на 90 у него есть право на жизнь, и очень вероятно он будет. Вообще, вот сегодня, наверное, Рубитков на самом деле является в отношении и государства, и гражданского общества по линии защиты информации. В общем, до сегодняшнего дня, кроме поддавания обструкции систем защиты информации, кассезоизма как такового, и в средствах массовой информации, и в Фейсбуке, и в личных встречах, я встречал очень-очень мало. Переважно, большинство сегодня похитивов одностально поддерживает необходимость создания систем защиты. Да, кассезоизм потребует модернизации, но это необходимо делать поступково, чтобы не зашкодить не только субъектам воспитывания, но и властникам систем. Поэтому, уважаемые коллеги, большое спасибо за позитивное отношение к этому процессу. Ну и гражданная служба будет всегда благодарна, если позитивные предложения найдут отображение в нормативной базе. Единственная просьба, потому что по нашей национальной традиции поговорили, поговорили и разошлись, очень хочется, когда увидеть написанными эти предложения. Департамент заходства информации всегда открытся, эксперты могут это подтвердить, всегда открыт для взаимодействия. Да, времени у всех мало, но я 12 часов в сутки работаю, и у меня меньше не получается просто. Телефоны как бы известны, всегда обращайтесь, всегда поможем, всегда предложения примем. Да, бывают предложения, которые, ну скажем так, идут полностью в разрез с государственной концепцией развития защиты информации, но тут уже звените. Личные интересы здесь приходится, придется отбросить. Поэтому давайте предложения, практически 99% учащих организовываем. Готовы, всегда организуем. Значит, сейчас делаем готовительную страничку для того, чтобы на сайт попадали все эти замечания, но их проанализировать надо, время для этого обязательно надо. Некоторые примем однозначно, тем более уже знаю даже какие, которые замечания пойдут в разрез с общей концепцией. Ну тут будем обсуждать, и закон же пишется не для того, чтобы преследовать именно чьи-то интересы. Закон пишется одинаковый для всех. Поэтому, да, конечно, кто-то останется недоволен, чьи-то замечания останутся за бортом этого процесса, это надо прекрасно понимать. Но конструктив, он должен всегда присутствовать, и это один из девизов департамента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова